С вами вечерний Политпросвет В эти прекрасные дни, когда приближается 8 сентября День всеобщих выборов нашей необъятной Родины Раздаются голоса и вопросы, что делать доколе Вот у нас в Москве каких-то депутатов вообще отказались регистрировать А другие, которые совершенно явно недавно принадлежали проклятой партии жуликов и воров Единая Россия Тайно прокрались в предвыборную кампанию под видом якобы независимых кандидатов И вот доколе это терпеть, что с этим делать, идти ли на выборы Кроме того, тут у нас возникла идея протестного голосования А также умного голосования Но умное только в Москве, как вы понимаете Во всех остальных регионах умного не только голосования Но и вообще ничего быть не может Я сам живу в Ленинградской области Так что уж мне ли не знать Даже некоторые, вы представляете себе Весьма толковые блогеры Которые уж даже, наверное, можно специалистами-политологами так, без кавычек назвать Говорят Обязательно нужно идти голосовать И обязательно Против Единой России Если ты не придешь голосовать Это значит, что твой голос ты отдал за Единую Россию И уже можешь вступать в региональное отделение партии Какая же это все чушь И умное это ваше голосование И протестное это ваше голосование Вот вы сами себя послушайте, дорогие друзья Если вы проголосуете Допустим, против Единой России И допустим, эту самую Единую Россию Где-то прокатят И у вас немедленно воцарятся депутаты Из богоспасаемой коммунистической партии Российской Федерации Которая примерно в среднем Обычно занимает вторые места Вслед за Единой Россией И что изменится? Вот серьезно Что изменится? У вас сидели депутаты-единороссы? Годами И вы, разинув рот, слушали расследование Лехи Навального Которую ему известно откуда Информацию сливают, чтобы он это все публиковал Какие эти единороссы-мерзавцы Тут они наворовали, здесь награбили Дворцов все понастроили И дальше собираются так же жить И вот вы поменяете одних депутатов Плохих единороссов На хороших, видимо На коммунистов Так называемых Ну, с названием Коммунистов А что поменяется? Лет через пять, я вас уверяю Все тот же самый Леха Навальный Или кто-нибудь там еще вместо него Будет пилить точно такие же расследования Про депутатов-коммунистов Это я вам гарантирую То есть вы хотите поменять Одних мерзавцев На других мерзавцев Про которых еще непонятно Мерзавцы они или нет Чтобы через пять лет узнать Нет, черт, блин, опять не получилось Все-таки мерзавцы Что же за жизнь-то такая? Это у вас в голове Говорит Субъективный идеализм Такая очень старая Уважаемая философская система Имени епископа Беркли Ну, практически Где-нибудь в восемнадцатом веке Это, возможно, было извинительно Но, прошу прощения Не в двадцать первом Вы зачем на конкретных людей смотрите? На систему смотреть надо Система работает так Что вы депутата выбрали И он куда-то там ушел В московскую или городскую думу В государственную или думу Страшно сказать И все Адью До свидания Вы его не можете Не контролировать Если он начнет косячить Вы его отозвать не можете Более того Его даже судить нельзя Потому что у него депутатская неприкосновенность Там целая процедура должна быть пройдена Чтобы этого орла К чему-нибудь подтянули И уж точно Вы, его избиратели Вообще никак на него не сможете повлиять То есть совсем Максимум моральным образом Потому что вот Ну нехорошо себя так вести Нехорошо Знаете ли заниматься попилами Откатами И прямым воровством Не дай бог Поэтому вот выбрали вы коммунистов Вместо единороссов И точно так же вы их не можете контролировать А ведь кроме коммунистов У нас есть еще такая прекрасная партия ЛДПР Которая между прочим тоже Где-то там В очковой зоне старшего товарища Очень часто трется А ЛДПР-то чем отличается от Единой России Ну серьезно Если посмотреть за все время существования партии Жириновского На ее результаты голосований Любых голосований Вы с удивлением обнаружите Что как правило Они голосуют В унисон С депутатами Единой России А вот раз вы вместо Единой России Но за ЛДПР Потому что конкретно в этом регионе ЛДПР сильнее чем КПРФ И у вас Одни жулики Поменяются на других жуликов Менять надо товарищи Многое надо менять в нашей стране Мне очень многое не нравится Да мне почти черт возьми Все не нравится Как наверное и вам Да самое главное Что и тенденции Это дерьмовые Вот что плохо Ну-ка если вы думаете Что умным голосованием Протестно Против Единой России Вы сможете что-то поменять Ну я вас поздравляю У вас в голове Свежеупомянутый Субъективный идеализм Ну кто не в курсе Это очень уважаемое Но лженаучное течение Которое к отражению Объективной реальности Не имеет ни малейшего отношения Вообще А значит Прогностикой Практические выводы Из субъективно-идеористических построений Правильными могут оказаться Только случайным образом Об этом все законы формальной логики говорят А что менять-то надо Да менять надо Ребята Общественно-экономическую формацию И Общественно-экономическую формацию Которая сейчас у нас буржуазная Поменять при помощи буржуазных выборов Невозможно Это вам еще когда Давным-давно Иисус Иосифович Христос В Евангелии сообщил Что силой Вильзивула Вильзивула не одолеть Почему-то Две тысячи лет назад Евреям Это было понятно Вам это сейчас Почему не понятно Что силой Вильзивула Вильзивула одолеть невозможно Между прочим Иисус Иосифович Две тысячи лет назад Или творческий коллектив Который за него писал книжки Они тоже были идеалистами Только они были Объективными идеалистами В отличие от вас Объективным идеалистом Был еще Аристотель Между прочим Который вообще Всю логику формализовать сумел Мы и до сих пор пользуемся Это уважаемая И имеющая право на существование Философское течение Потому что Вот Маркс Нам об этом сказал Как-то раз А за ним вслед Ленин Еще сильнее уточнил Что лучше иметь дело С умным идеалистом Чем с дураком материалистом Так вот Не будьте дураками Вспомните слова Того же Ленина Что вы до тех пор Будете обречены Оставаться глупенькими жертвами Обмана и самообмана Пока не научитесь За каждым поступком Течением Видеть Объективные интересы Правящего класса Вот Объективный интерес Правящего класса Так господи В собственном воспроизводстве При помощи буржуазных выборов Вы его будете Воспроизводить Бесконечно Невозможно Ничего хорошего сделать При помощи буржуазных выборов Ничего не поменяется Кроме физиономии В телевизоре Ну теперь правда Еще интернет есть А физиогомии Все те же будут Между прочим Мне даже удивительно Надо ли это объяснять Вот Восьмого числа выборы Выборы Это очень ответственное Мероприятие Если вы Точно знаете Что этот конкретный депутат Порядочный человек Кристальной совести И алмазной твердости морали Вы точно знаете Его программу Знаете Какими механизмами Он ее будет реализовывать И эта программа Вам до пункта Близка Вы обязаны Как взрослый человек Взять паспорт И утречком Проследовать На избирательный участок И отдать голос За этого депутата КПРФ ли он состоит Может быть вам Единая Россия близка Тогда за нее проголосовать У нас между прочим Хоть и представительская Но пока еще демократия За представителей ЛДПР Я не знаю Справедливой России Но Если вы Не уверены В своем депутате Не уверены В его предвыборной программе И не уверены В Тех Механизмах Какими он будет Свои сладкие обещания Исполнять Обещать-то все гораздо Вот тогда Пойдете вы на выборы Не пойдете вы на выборы Вообще ничего не поменяется И уж извините пожалуйста Идея Что если вы не пошли на выборы Значит вы отдали свой голос За Единую Россию А бредовое товарищи Если вы Пошли на выборы Вы самое главное Отдали свой голос За правящий Класс Крупной Буржуазии Который Как раковая Опухоль Поселился в мозгу Нашей страны В ее государстве А вы таким образом Подкармливаете Эту самую Раковую опухоль Питательными средами Поэтому Удачи вам На выборах Восьмого Сентября На сегодня Все С вами был Вечерний Политпросвет Продолжение следует